Всех приветствую, я Колесник Сергей, Senior Data Science at DeepBrain и также известен как тот парень с RL в ОДС. Собственно, сегодня я расскажу вам про итоги уходящего года в RL, что было сделано, какие, кажется, основные моменты произошли по мнению нашего маленького дружного Reading Club. Собственно, первое, что, конечно же, хочется упомянуть, это, наконец-таки, после, кажется, 20 лет работы была финально опубликована книга Reinforcement Learning and Introduction от Ричарда Саттона. Это отец-основатель текущего RL, можно сказать. Это книга, которая дает вам огромный overview по тому, что происходит сейчас, откуда вообще это все пошло и как оно применяется на текущий момент в разных системах. Если кого-то интересует вообще, что такое RL, очень рекомендую почитать. Книга, по моему мнению, божественная. Следующая статья, о которой нельзя не упомянуть, это, конечно же, World Models от человека, которого нельзя не процитировать, Юргена Шмидтхубера. Концептуально, в чем смысл? Когда мы тренируем наших RL-агентов, обычно мы получаем некоторую картинку на вход, и нам надо предсказать, что же сделать, какое действие в этой ситуации. В этой статье было предложено разделить все это на три основные части, а именно некоторый Vision Model, который бы понимал, что на картинке, какие там важные признаки, и умел их выделять. В некоторый Low Dimensional Vector на Memory Model, который понимал бы переходы между этими состояниями, и умел понимать, вообще, возможно ли переход или нет. И, наконец, тот самый контроллер, который, используя именно эти две модели, обучался бы принимать решения. Казалось бы, все очень просто, и зачем так сложно? За всем этим скрывается очень красивая идея, которая представлена специальной цитатой, мне она действительно очень нравится, что благодаря этой системе мы можем обучать нашего агента не на реальных данных даже, а на сгенерированных данных, которые он представляет себе. Собственно, именно этим и нас весной этого года поразил этот подход, и что самое приятное, все это дело работает, и могу лично подтвердить, ввиду того, что мы пробовали, экспериментировали, и заходит отлично. Продолжая академические успехи этого года, если в прошлом году было много приведено исследований в on-policy, reinforcement learning, в этом году, кажется, в моду вошел, наконец-таки, off-policy learning, потому как DeepMind сначала выпустил свою статью про distribution LRL, когда мы, ну, точнее, DeepMind на всех своих серверах смог распределенно обучать агентов, чем повысил значительно, точнее, улучшил просто walk-lock time, и все его агенты начали тренироваться в разы быстрее, просто за счет про реализацию обучения. Следующей, еще более такой теоретической и более интересной статьей можно выделить направление distribution LRL. Если кто знает, как работает кулернинг, в основном мы предсказываем среднюю ожидаемую награду при совершении какого-то действия в каком-то состоянии. Авторы этого, я бы даже сказал, ряда статей решили посмотреть на эту проблему по-другому и предсказывать не просто какое-то среднее, а предсказывать распределение, чем много сильно улучшили оценку и, безусловно, просто увеличили sample efficiency алгоритмов. Это, если кому интересно, это distributional perspective of reinforcement learning, quantile regression и implicit quantile regression, если я не ошибаюсь. Далее нельзя, кажется, не выделить успехи Berkeley на этом же поле of policy, а именно PhD студентов всем известного в узких кругах Сергея Левина, а именно его статьи про TD3, то есть Twin Delight Deep Determinity Policy Gradient. Это статья, благодаря которой много сильно было повышено устойчивость и арабатывательность агентов и в которой авторы попытались исправить эту такую, ставшую привычным всем переоценку, скажем так, состояния агентами. Также очень красивая статья вышла, которая называется Soft Actor Critic, и вообще в этом году выродилось целое направление, которое называется Off-Policy Maximum Cross-Entropy Reinforcement Learning, который, опять же, лидируется Сергеем Левином. Если кому-то интересно RL, очень советую почитать, много интересных идей, и что самое приятное, они красиво, скажем так, совмещаются, вплоть от совмещения с ставшим, скажем так, хайповым уже мета-лёрнингом и даже Hierarchical Learning. Советую почитать. Далее. Далее, переходя к более, скажем так, практическим результатам, нельзя не отметить, конечно же, OpenAE и их бота. Почему это так значимо? Если вы посмотрите на текущее развитие Multi-Agent RL, вот оно в основном представляется себе, что у нас есть... Нет? Нет? Окей. Что у нас есть некоторые кружочки, и одни кружочки бегают за другими кружочками, а первые кружочки пытаются от них убежать. И всех это устраивает, как бы все пытаются исследовать, что же там произойдёт, и в этот момент OpenAE запускает своего бота, который уже умеет довольно-таки сильно играть в сложную игру с настоящими людьми и как-то даже противостоит им. Безусловно, безусловно, за всем этим скрывается, что они называют, 1000-dimensional LSTM, а точнее вот такая вот архитектурка, но концептуально выглядит очень красиво. Кроме того, OpenAE в этом году отличилось тем, что они также выпустили свой, можно сказать, курс OpenAE Spinning Up. Это просто пак статей основных, то есть если вы хотите начать свой экспириенс в RL, очень советую. Буквально там действительно выбраны именно K-articles за все, скажем так, последние 5 лет точно, а также есть красивые отсылки к даже 90-м и 80-м годам, то есть можно понять, откуда же ноги растут. Правда, если вы хотите разобраться в этом досконально, то готовьтесь, их там порядка 100. И еще одним Майлстоуном можно выделить в этом году Montezuma Revenge, а точнее, кажется, все сговорились, что в 2018-м пора бы это решить. И, собственно, за этот год вышло как минимум 5 статей, где каждый автор утверждал, что мы побили State of the Art по Exploration в самой сложной среде Atari. И, то есть, изначально, весной этого года DeepMind выпустил целых 2 статьи. Одна из них была признана немножко нечестной, ввиду того, что они обучались на YouTube-видео игроков, которые профессионально играли. Но все-таки они смогли соединить RL и Imitation Learning и получить State of the Art результаты. После этого, во второй половине этого года пришел, или пришла OpenAI, и, во-первых, решила эту среду, решила проблему Exploration в этой среде через красивую идею Random Network Distillation, а также, можно сказать, улучшила результаты DeepMind и сказала, что вообще-то нам не нужно так много видео от того, как играют люди, нам хватит хотя бы одной демонстрации. И, наконец, буквально, кажется, две недели назад Uber выпустил не статью, а блог почему-то про то, что они изобрели алгоритм GoExplore. И, если верить авторам, они решили эту среду настолько хорошо, что игра вообще там не заканчивается, игра заканчивается просто потому, что симулятор не может дальше существовать. И reward полученный там переваливает за 3 миллиона очков, что, кажется, для этой среды было нонсенсом. Однако, если у вас все-таки нету 5000 GPU, как у лучших компаний этого мира, для того, чтобы решить RL, вы можете поучаствовать в competition. Очень советую. с каждым годом по RL их становится все больше и больше. Например, в этом году OpenEA проводила свой ретро-контест с Sonic, про мета-обучение, про то, как раз предыдущий докладчик говорил, что текущий RL обучается и тестируется на одних и тех же средах. Вот, благодаря ретро-контесту OpenEA хочет это исправить. И я надеюсь, что в будущем мы увидим еще больше таких соревнований. Также на Nipse или Nero Ok, Nipse этого года было целых три дорожки из 11 посвященных непосредственно RL. Как обычно, ну, точнее, продолжая дорожку прошлого года, это был скелет, на котором, собственно говоря, наша команда вновь заняла третье место и, скажем так, уступила только Байду и замечательному Юргену Шмидтхуберу вновь. Также был интересный конкурс про Multi-Agent Reinforcement Learning, а именно Bomberman, где вам предлагалось сыграть за команду из вот этих маленьких человечков-бомберменов и взорвать другую команду. Здесь, к сожалению, мы вылетели примерно сразу же. И что еще интересно, теперь есть такой компетишен, как DuckDuckTown, где вам предлагают создать контроллер для реальной машинки, то есть вы в среде обучаете вот такой некоторый маленький self-driving car, приезжаете на конференцию и дальше ваш контроллер загружает вот на такую маленькую машинку с уточкой, запускает в город и она должна ездить с учетом правила дорожных движений и прочего. На текущий момент правда кажется всего две команды смогло сделать хоть один круг, все остальные сразу уезжали куда-то, никто не знает куда, но тем не менее кажется очень интересное направление о том, как обучить и привнести рельф в реальную жизнь. Также Amazon на своей конференции объявил, что запускает еще один competition deep racer, где также надо будет управлять самодвижущимися повозками и они создали целую специальную красивую машинку и все это будет доступно в следующем году, поэтому присоединяйтесь. ну и чтобы участвовать в этом всем можно либо писать с нуля, либо заиспользовать что-то чужое. Если честно, этот год был очень богат на рельф фреймворке, возможно я немножко баист, но все-таки в начале этого года во-первых Berkeley выпустил свой фреймворк Ray для обучения с подкреплением, который собственно PhD студенты там допиливают, после этого Google выпустил свой фреймворк Dofamine, который уже хорошо пропиарился и который они продолжают пиарить. Если Google выпускает фреймворк, Facebook должен ответить, поэтому Facebook выпустил свой фреймворк Horizon. Stanford между тем выпустил еще один фреймворк Surrey, однако он был именно под скажем так узкоспециализированных таких заводских роботов, но если кому-то интересно как привносить RL прямо на живые устройства, возможно вы найдете где-то живых роботов и объедините их с этим фреймворком. Также один студент, который проходил стажировку в OpenE выпустил фреймворк Well, который позволяет вам на PyTorch быстро обучать модельки для RL и вроде как неплохо, по крайней мере у него есть документация, а также наша команда по окончании НИПСа выпустила фреймворк Catalyst.RL без документации, но тем не менее с проверенным тем, как можно занять все доступные вам мощности на всех серверах вашего стартапа, а также на кухне Артура. Собственно говоря, на этом все. Спасибо за внимание.